XX, с вами Белевикс, всем привет! Серия коллекционных кукол Monster High, основанных на известных фильмах ужасов, продолжается новой коллекционной куклой Monster High. Встречайте, Дракулу! А ссылки на обзоры на других кукол ищите в описании под этим видео. И не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Кукла вдохновлена признанной классикой, фильмом ужасов компании Universal Pictures 1931 года «Дракула». Агент по недвижимости Ренфилд приезжает в Трансильванию, чтобы подписать с графом Дракулой договор о купле им старого аббатства в Лондоне. Местные жители предупреждают Ренфилда, что замок Дракулы — логово нечисти, но тот игнорирует все предупреждения. На перевале его подбирает карета с молчаливым кучером. Выглянув по дороге из кареты, Ренфилд видит, что кучер исчез, а над упряжкой машет крыльями летучая мышь. И, естественно, сама кукла, ее дизайн и упаковка отдает дань уважения Дракуле. Ну а готическая атмосфера сохранена и выдержана в каждой детали. И сейчас мы с вами все рассмотрим. Матовая в таком же стиле, как и предыдущие коробки эксклюзивов с коллектор. Мы видим фотографию куклы, загадочной прикрывающейся рукой. Ее имя готическим красным шерифтом и глянцевые, красиво переливающиеся летучие мыши. Возрастное ограничение — 18+, такое же, как и у прошлых выпусков. Исключения составляли Грета — 14+, и Битл Джуз — 17+. В верхнем углу логотип Мотел. На одной боковине коробки имя персонажа и упоминание о создателе. На другой — замечательная фотография Дракулы, изображенной лишь наполовину. Кукла выполнена в Китае. Обратная сторона также выдержана сочетанием белого, черного и красного цветов. Под летучими мышами мы видим послание от Дракулы. Добро пожаловать! Надеюсь, вам было комфортно ехать в карете. Водитель может быть немного сумасбродным. Я верю, что ты держал свое прибытие сюда в тайне. О, мой плащ! Это старая вещь? В сочетании с этими жуткими туфлями на шпильках за весь образ можно умереть. Вы не согласны? Пожалуйста, извините за беспорядок. Я думаю, вы найдете эту часть моего замка гораздо более привлекательной для перекуса. Или двух. О, послушайте детей ночи. Какую музыку они играют для нашего специального гостя. Разрешите налить вам бокал вина? Ой, я никогда не пью вина. Можно сказать, что я предпочитаю другой тип вен. Я имею в виду виноградную лозу. Теперь дринг? Я бы не хотел, чтобы моя еда... Прости меня, моя еда остыла. Коллекционная кукла является специальным лимитированным выпуском 2022 года. Официальный аккаунт Monster High поздравил поклонников с Днем Дракулы, который отмечается 26 мая, и опубликовал первый тизер куклы с Коллектор. Дата выпуска – 3 июня 2022 года. В 9 утра по североамериканскому времени. Цена на Мотел Креэйшнс составляла 65 долларов без учета доставки. По традиции куклы были распроданы за несколько минут. В раскрытом виде коробка представляет собой целый дисплей, который мы осмелились открыть. Упаковка предназначена для того, чтобы рассказать историю куклы, персонажа и фильма. Сохранен черно-белый цвет, чтобы отдать дань уважения фильму 1931 года. Добавлены цветовые акценты, чтобы привлечь внимание. Красный цвет в глазах висящих ледучих мышей, желтый и золотой в пламени свечей. На упаковке также скрыты жуткие детали. Например, в паутине, обрамляющей куклу, мы видим диалог из фильма, который произносит Дракула, спускаясь по лестнице. Я Дракула, приветствую вас. I'm Dracula. I bid you welcome. Он говорит это своим гостям, когда они проходят через большую паутину и входят в замок. Это символ того, что он заманивает своих жертв. Задник сплетает все детали воедино. Нас приветствует загадочный коридор замка. Команда работала с иллюстратором Джеффом Мангиатом, чтобы воплотить в жизнь каждую деталь. Например, осыпающиеся стены, лестницу, крепление стандартное, штырьки и резиночки. Сертификата подлинности нет. Если обращаться к персонажу, то сам Дракула очень атмосферный. Его часто воплощают в кино и в мультфильмах. На сегодня мы рассмотрим Дракулу в женском образе. Если обращать внимание на лица парней Monster High, например, мы сейчас ожидаем Фрэнкенштейна, и окажется, что женские версии кукол МХ более детализированные и интересные. Но обзорчик, кстати, ждите в скором времени. Подписывайтесь на канал. Тело не изменено стандартного роста. На спине куклы указано производство 2021 год. А вот шарнир новый, измененный. Кукла имеет 11 точек артикуляции. Руки и ноги у куклы шарнирные. Их можно с легкостью сгибать в локтях и запястьях, а ноги в коленях. Ногти у вампира мягкие, заостренные на концах. У себя в замке Дракула выглядит как андрогин. То есть он наделен внешними признаками обоих полов. Ведь он давно не человек. Дизайнеры позаботились о том, чтобы сделать кукле завораживающе красивое лицо и включить такие детали, как драматические скульпты лица в стиле вампира. Настоящее дитя ночи с пронзительным и кровожадным взглядом. Считается, что вампиры бессмертны и выходят на улицу только ночью. А это значит, что их кожа всегда выглядит бледнее, чем у обычных людей. Из характерных черт вампиров принято выделять аристократично белый цвет кожи. Но у монстряшной Дракулы скинтон более сероватого оттенка. И хоть это и мужской образ, ну если вспомнить все-таки героев популярных фильмов про вампиров, у большинства из них подведены глаза и подкрашены брови. Черные брови градиентные, квадратной формы и заостренные на концах. Вначале прорисованы волоски. Красный цвет глаза вампиров приобретают только при сильной жажде. Это мы и наблюдаем у Дракулы. К тому же глаза вампира должны все-таки завораживать окружающих. Глаза подведены подводкой. Красные тени под глазами, чтобы казаться восставшим из мертвых со следами крови на лице. И темно-серые тени нанесены на подвижное веко. Шиммерные металлические на верхнем веке красиво переливаются. Самый главный признак вампира большие и острые клыки. У куколки они прорисованы на губах кроваво-алого оттенка. Застренные ушки вампира скрываются за волосами. Много было хейта среди фанатов Монстр Хай, когда слили живое фото Дракулы. По итогу кукла вообще не сильно изменилась, но Дракула получилась по-своему готической и мрачной, в то же время не совсем страшной, как многим хотелось бы видеть данного персонажа. Больше всего вампирам идут чернильно-черные, как ночь, волосы, поскольку они создают резкий контраст с кожей. У куклы гладкая, зачесанная назад прическа, волосы прямые, ровные, часть волос собрана в хвост, прошивка хорошая, без проплешин. Только длинные волосы куклы отсылают нас к первоначальному облику князя Валахии Влада Дракулы, прототипа знаменитого вампира, правившего румынским княжеством в середине 15 века. Массивный черный головной убор в виде крыльев летучей мыши дополняет образ. В отличие от фотографий, на той же самой коробке сильно не хватает объема. Сегодня, когда пытаешься представить Дракулу у себя в воображении, безусловно, перед глазами всплывает образ созданной Белой Лугоши. И так происходит уже на протяжении 90 лет. Традиционный викторианский вариант костюма вампира сохранился. Белая рубашка с жабо, темные брюки и туфли, длинный черный плащ с алой подкладкой. Особенную атмосферу в образ все-таки этого персонажа вносит коробка, поэтому, на мой взгляд, куколке лучше находиться в ней. На кукле многослойный образ, костюм тройка. Рубашка с воротником и бантиком, белая жилетка с пуговками, выглядывающая из вельветового бархатного длинного пиджака на пуговке. На его концах разрез крыльев летучей мыши. Важнейший элемент костюма это длинная шелковая мантия, и она эффектно выглядит. Верхняя сторона черная, подкладка в классическом варианте. Красная с паутиной. Есть стоячий воротничок. Классические вельветовые брюки черного цвета из такого же приятного на ощупь материала, что и накидка. Они на высокой талии и идеально сидят по фигуре. Обычно золото предпочитают серебро и любят крупные цветные камни. Рубины, изумруды, сапфиры. У Дракулы бронзовый амулет на красной атласной ленте. Особого внимания достойны туфли. Это ж надо было такое придумать. Впрочем, у Монстра Хай по-другому не бывает. Сверху выглядит как крыло летучей мыши, спереди рельеф головы мыши. Платформа иллюстрирует замок, а каблук в виде открывающегося гробика для спящего вампира, графа Дракулы. Его можно даже открыть. Но делать это надо крайне аккуратно, иначе можно просто сломать обувь. Множество отсылок к летучей мыши в ее костюме создают эффект парения в воздухе. Специально для этого Мотел впервые, вообще за всю историю создания, по крайней мере, Монстра Хай, придумал такой вот необычный держатель, который можно закрепить на подставке куклы. И с помощью него, вот вы можете заметить, мышка летает. В комплекте с куклой стандартная черная подставка Монстр Хай, летучая мышь, которая будет летать с помощью прозрачного крепления. Его нужно фиксировать на подставку. Подсвечник в виде змеи добавит атмосферности. Детализация, как всегда, на уровне. Напишите в комментарии, хотели бы вы себе такую Дракулу в коллекцию? Будем общаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Ждите обзор на Клео Даниил Хонт Кутюр, а она, ой, какая цацца. И переходите на другие мои обзоры и социальные сети по ссылкам в описании. Be cool and crazy! Ваша Белевикс!